дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале я не планировала записывать этого видео по обрезке низа юбки полусолнца но поступило очень много просьб о том чтобы мы все-таки закончили эту юбку вместе с вами и я бы показала вам как правильно сделать и обработать низ такой юбки на самом деле финальный штрих в завершении этой юбки это обработка низа он очень простой нужно просто это взять и сделать но так как вы просили вот у нас нет столько места чтобы показать меня там прямо вот красивенько в полный рост поэтому будете смотреть на меня частично вот сначала вот так а потом вот все остальное я хочу вам показать если уж показывать это видео то хочется показать вам особенный способ который очевидно также прост особенный способ по обработке и подрезки низа вы помните что эту юбку я краила 109 сантиметров длиной и она у меня прямо в пол вы сейчас это увидите я сделала это намеренно длиннее чем нужно чтобы сейчас было удобнее работать для того чтобы правильно обрезать низ если он у вас длинный или если вы купили в магазине платье и вам нужно его подрезать под свой размер это видео вам тоже пригодится вам понадобится ножницы и пожалуйста не удивляйтесь линейка вот такой формы это обычная человеческая круглая табуретка главное чтобы она вас выдерживала все вам не нужно ничего не чертить не милить ничего не нужно вам нужно ножницы и круглая табуретка а теперь посмотрите вниз мой оператор михаил будет подрезать мне юбку я тебе больше скажу наш диалог выглядит еще и глупо потому что я на одну камеру а ты вообще вот на другую на верхнюю нас вместе здесь не показать сейчас просто в общем это настолько элементарно просто что кто угодно может подрезать вам юбку все просто вы пользуетесь круглой частью табуретки как линейкой вот видно мои ноги в общем вы должны понимать где у вас ориентир потому что если вы подрежете сразу под табуреткой вы будете резать то есть ножницы будут касаться табуретки и вы будете подрезать таким образом тогда вы вы видите ровный уровень низа но он может быть чуть-чуть коротковат бывает это нужно под плоскую подошву если вам нужно прямо длинную юбку тогда с учетом этого у вас есть ориентир это круглая часть табуретки с учетом этого нужно и подрезать я боюсь когда ты вот так вот там внизу с ножницами а я вот здесь наверху честное слово знала бы ты как я боюсь так особенно после твоей фразы кто угодно сможет даже оператор сможет это сделать первое что вам нужно сделать это надеть юбку правильно как она у вас будет носиться то есть это очень важный момент чтобы вот по горизонтали на линии талии она хорошо сидела мы с вами в начале молнию мы с вами приточали пояс у нас она удобно сидит фалды красиво лежат мы ничего не переделывали за кадром все сделали вместе с вами и сейчас вот ради вас вот это все действие происходит второе что нужно сделать это обратить внимание на самую короткую часть в этой юбке потому что юбка немножко повисела может быть она отвиселась может быть средний шов спинки например лишь вы боковые если вы со швами делали они держат немножко ткань не дает ей распасться поэтому сначала определите в юбке самую короткую ее часть вот в моем случае так мне главное не свалиться не падает в моем случае самая короткая часть это как раз по среднему шву спинки сейчас показать как-то надо давай то есть вот он лежит там лежит лежит где лежит прям почти на табуретке хорошо значит под табуреткой сразу ты сможешь срезать правильно судя по всему да сейчас я такое конечно еще не делал ну да вот он ровно по низу все это идеально третье что вам нужно сделать это понимать как резать почему я использую табуретку и не использую никаких опознавательных чертежных инструментов потому что у вас есть ориентир в на моем случае например вот табуретка и михаил будет срезать вот прямо под табуреткой вот так то есть ориентир линейка у него будет вот это сама табуретка короче все очень просто я надеюсь что вы все это увидите и вам будет понятно страх такой так миша я стою ровно и не дергай за так повернись еще чуть-чуть да все стоп хватит ты просто срезаешь да это легко сказать не выше так что какие у вас ощущения михаил владимирович страх и кажется что они очень ровно вот здесь кстати хочу сказать что не обязательно резать ровно потому что юбка все равно будет обрабатываться ролевым швом и я вам хочу сказать сразу пока михаил там развлекается я вам хочу сказать что именно ролевый шов я хочу использовать для обработки низа этой юбки потому что она не будет этот шов не будет утяжелять юбку и она будет смотреться очень органично с этим швом если вы будете подрезать юбку таким образом под плоскую подошву и понятно что рядом прям вот с ногами вы не будете орудовать ножницами то принцип тот же самый вы намелили прямо вот по вот этой окружности как я почти дошел до логического завершения и я тебе могу сказать что вот как я начал сюда что-то как я вот начинал на трону центральный шов потому что он лежит на табуретке вот я к нему же и вернулся отлично криво нарезал криворукий конечно все хорошо зато ты снимаешь хорошо эй эй мы переместились за оверлок и еще кое-кто переместился за оверлок вот это то что осталось от моей юбки это прекрасные кусочки на которых можно потренироваться чтобы настроить ролевый шов для этого я убрала 4 4 нитку оставила два петлителя и одна нитка идет на иглу поменяла здесь настройки в длине стежка и передвинула нож вы все это будете смотреть в соответствии с вашим оверлоком но здесь я уже настроилась и я даже попробовала сделать ролевый шов вот он у меня вот такой начинать мы будем как раз со шва а точнее чуть-чуть заранее вот буквально три сантиметра до среднего шва спинки на самом деле это шов заднего полотнища юбки но здесь у нас все сложно у нас всего один шов поэтому не доходя три сантиметра до шва начинаем наш ролевый шов вы кстати обратили внимание да как красиво михаил обрезал низ и вот так на самом деле вам может обрезать кто угодно ваша сейчас задача когда вы будете оформлять все это ролевым швом ваша задача сделать все эти заборы ровненькими здесь у нас шов в разутюжку поэтому он так и должен проходить под оверлоком поэтому следите вы должны видеть где подрезать где уйти в ноль наоборот потому что в любом случае вот в этом в подрезке юбки вы никак не справитесь сами поэтому в помощи нуждаемся поэтому уже как помогли так помогли будем благодарны посмотрите какой шовчик у нас получается красивый держим за вот этот хвостик сейчас у нас момент стыковки аккуратно ведем сейчас покажу где вот этот ролевый вот он у нас зашел но он не касается ножа так сейчас смотрим что мы сделали не совсем идеально но все-таки вот получается что наша стыковка можно этот нахлёст одного начала с концом делать не таким длинным вот этот вот нахлёст но так как плохо видно конечно лучше сделать вот до того чтобы вы были спокойны в общем все сейчас мы срезаем все ниточки можем даже срезать их под корень не завязываем потому что мы все закрепили вот самые сложные моменты это стыковка начало и конца и вот это место где у нас утолщение за счет среднего шва все все остальное вот у нас красиво равномерно хорошенький красивый получился ролевый шов вот такая юбка у нас получилось вот мы обработали ее низ и что осталось осталось ее выгулять я была рада показать вам этот мастер-класс очень я не хотела его делать но я надеюсь что он будет вам полезен гуляйте в ваших красивых юбках Главное не порежь на бакетку ты знаешь я еще очень переживал думаю я не вижу где у тебя палец нет здесь нет пальцев я понимаю что здесь пятка должна когда будет больно я тебе скажу я видел эти ножницы я знаю какие они острые уже будет поздно когда будет больно да да Вот так вот.